Рюрик жил в шестом и даже четвертом веке нынешней эры. Да, знаю, что такое название видео вызовет у многих единственный вопрос, который пишут простолюдины в стиле «что ты курил?». Ответ мой стандартный – ничего, потому что тратит деньги на какую-то фигню, которая всего лишь воняет и как-либо отвлекает, неинтересно. Посему вместо курения предпочитаю изучение старинных источников. И посему сейчас расскажу о двух князьях, носивших имя Рюрик, но живших, соответственно, за столетия до Рюрика Великого. Поэтому, да, называя видео «Рюрик, живший там в шестом, в четвертом веке», я, в общем-то, не сказал ничего, что было бы ложью. С другой стороны, конечно же, максимально глупые люди сразу решат, что я пытаюсь сконструировать что-то в стиле нового хроноложества Фоменко-Носовского, а правильней было бы подумать все-таки шире. Итак, князь, который известен, о котором сейчас буду говорить, в исторических источниках известен под именем Эрарих. Эрарик, Эрарикус, даже Ариарикус, Ерарихус, Еарикус. Дело в том, что вот это Э в начале, как у Аорсов, потом известных как Оросы, как у Ругов, известных поначалу как Оруги или Урги в некоторых вариантах. Это начальная гласная, которая вот в наиболее архаичных версиях как этнонима Руги, так и некоторых имен в действительности присутствует. Но так или иначе, даже если ее сравнить, к примеру, с именем Эсперек, или Эсперерик, как называли князя Аспаруга, болгарского князя, болгарского, так сказать, отца Отечества, то также это имя во многом соответствует. Кроме того, вот эта начальная Э, она аналогична, как у шведов и некоторых других северных народов, когда Рюрика называют Эриком или Эйриком, или Эрериком. То есть, в общем-то, оно более-менее архаично, оно более-менее соответствует. К тому же, тут речь идет о шестом веке нынешней эры, то есть, когда еще никаких северных вариаций имени Рюрик не устоялось. Интересно, что он назван не Эрюриком, не Эрориком, а назван Эрарихом, что говорит о том, если, как бы, в общем-то, откинуть начальную вот эту гласную, то, получается, имя становится Рарих, или Рарикс, как бы правящий от имени Ра. Ра-рикс. Ра-царь. Можно сравнить это имя, например, с именем Санданакшатра, которое было известно у древних кемерийцев, Рогвалот тот же самый, ну и много других подобных имен со значением правитель, соответственно, от Всевышнего. Но здесь все сложнее, потому что начальная Ра не зря искажалась в значении Ру, Рю и так дальше, потому что начальный слог, он обозначал не Ра, и не столько, и не всегда Ра, он еще и обозначал Русь, Русинов, Ругов, и все в таком духе. Поэтому имя Рюрик не может интерпретироваться как всего лишь князь от Солнца, князь от Бога. Имя Рюрик должно интерпретироваться и как Русирекс. Берем же во внимание, что окончание Рекс – это окончание имен, в общем-то, правителей, в таком классическом, сарматском, даже кельто-сарматском стиле, где, допустим, у кельтов известны князья с именем, к примеру, тот же Верцингетерикс. Дальше, позднее уже в сарматском стиле, это будет тот же самый Артурикс. Ну и многие другие. Германарикс, Алдорикс, Теодорик и прочие, и прочие. До гибели там было этих имен с концовкой Рих, Рик, Рикс. И, в общем-то, имя Рюрик в данном контексте может интерпретироваться единственным способом, как Русирекс, то есть царь Руси. Так что так, ну, как бы царь Руси, с одной стороны, царь Русинов, Русов, Ругов, с другой стороны, как Рарих, царь от Всевышнего. Рарикс. Царь от Ра. Хотя на момент 541 года, на момент 500-х годов, это имя звучало еще как Эрарих. В истории, вполне себе признанной, вполне себе официальной, известен данный Эрарих, как правитель Ругов, который покорил Остготов и правил ими, к сожалению, всего лишь около 5 месяцев, в середине 6 века. Ну, то есть, Ругами он-то правил больше, он был князем Ругов. А вот Остготов он покорил всего лишь на 5 месяцев. Если бы ему удалось, ну, у нас, возможно, была бы Русинская Западная Римская Империя, или Русинская Италия, Русинская Италия и Испания. Какая-нибудь Италийская Русь, или что-нибудь в таком духе. Но не сложилось. Готы не поддержали, потому что, во-первых, он происходил не из готов, а он происходил из русинов. То есть, с русинами, с одной стороны, они русинов, Ругов уважали, почитали, считали, что они древние, знатные, все дела, все дела. А с другой стороны, все-таки, некоторое отторжение к ним было, ну, то уже по другим причинам. Итак, все это было на территории Италии, и в основном, с упором на территорию Венеции. Вероятнее всего, Эрарих вступил на престол около мая 541 года, а уже был свергнут и убит около октября 541 года. Народ его, народ Ругов, династия Ругов, его поддерживала. Он был избран как самый выдающийся из среды Ругов и вообще из всех лидеров, из всех знатных людей в тогдашнем Остгодском ну, как бы, королевстве, в осколках Остгодской державы, по сути дела, в некой Остгодской конфедерации. На руинах Годского государства. Тем не менее, династия Ругов не могла полностью подчинить Остгодов своей власти, не могла полностью их как-то контролировать. И получалось, что, с одной стороны, Ругов слишком много, чтобы готы просто посчитали их лишь царственным родом, с другой стороны, Ругов слишком мало, чтобы они могли реально подчинить всех готов и как некие такие жандармы-нацмотрщики контролировать их. Это не получилось. И дальше, когда Эрарих пытался как-то нормализовать взаимодействие с Византией, ну, и вообще нормализовать ситуацию в стране, со стороны Готов, это вызвало к нему недоверие, это вызвало к нему ненависть. И, в общем-то, позднее, наряду с происками агентов Византии, это привело к тому, что готы его свергли и убили. Тем не менее, он отправлял послов к Юстиниану Первому, он пытался восстановить хоть что-то из того, что уничтожил Велизарий. Однако, позднее взбунтовавшиеся готы выбрали себе в правители племянника Ильдебада Татилу. Ну, и Татила стал новым предводителем, новым королем готов. Интересно, имя этого Татилы, имя Татилы, кстати, существует в некоторых вариантах, в некоторых тоже своих интерпретациях. Причем, там достаточно все сложно. И у Татилы также был эпитет Будила. То есть, как бы, наследие, связь с Атилой у Татилы не только в общем звучании имени. ее там много. И в эпитетах, и еще, и еще, и еще раз, и еще снова, и еще раз. И еще много-много раз. Но об этом я буду говорить отдельно, когда буду говорить о самом Татиле, и в контексте труда Прокопия Кесарийского, и в контексте вообще каких-то исторических осмыслений касательно Остготской и вообще готских династий. Интересно, что корону Эрариха сохранили и спасли священномученики князья Азбодегискл и Теодегискл, которые практически своим военным подвигом отбили нападавших на них Остготов, сторонников Татилы, и передали через посла данную корону в Ретру. Ее привез Винлец, посол соответственно, Эрариха, отправленный туда Азбодегисклом и Теодегисклом. Конечно же, когда уже дело было сделано, ну и не имея возможности сдерживать и вдвоем бороться с тысячами Готов, Азбодегискл и Теодегискл героически оставили этот мир, а вот благодаря их подвигу соответственно корона отправилась в Ретру и там сохранялось и там этой короной короновались последующие святые князья славян, начиная от Родогаста меньшего и продолжая включая и Рюрика Великого, уже нашего Рюрика, великого князя, наследного князя западных славян, позднее реорганизовавшего Русь. Детальнее истории про Рюрика итальянского или Рюрика венецкого, если хотите, можете почитать в книге Прокопия Кесарийского «Война с готами», книга третья, главы первая, двадцатая, можете почитать труд Вольфрама Хервига «Готы от истоков до середины шестого века», ну, можете в принципе вообще в интернетах каких-то, в википедиях поискать, что известно про Эрариха, ну, и так далее. Вот такая история Рюрика шестого века нынешней эры. Но был еще князь, имя которого отчасти сопоставимо с именем Рюрик только уже за четвертый век нынешней эры. Имя несколько сложное и имя может быть связано не только с именем непосредственно Эрарих, не только с какими-то прототипами имени Рюрика, но и попросту с именем Арий. Ну, так или иначе. Имя звучит как Ариарих, поскольку неизвестно, каким было автентичное написание и что исказилось при римских транскрипциях, то как бы выковерить исконные корни, что здесь было корнем, что интерпретацией, что, так сказать, царственным окончанием и так дальше, неизвестно. Вот это имя Ариарих, Ариарих может быть вариацией имени, прототипа имени Эрарих, то есть, в общем-то, царь Ругов от солнца, от огня, от пламени, от Рарага, условно говоря, Русирекс, а может быть вариации имени как Ариарекс, то есть, или Рекс Аревычей, или, соответственно, царственный Аревыч. Поэтому тут напрямую вот этого князя считать условно Рюриком 4 века не совсем правильно, но, тем не менее, некоторые аспекты имени схожи, поэтому пара слов все-таки скажу. Происходил из династии Ругов, но также правил готами. Тогда еще правил, в общем-то, более крупным осколком готских династий, чем его, соответственно, далекий потомок в 6 веке. Известно, что около 328-го, ну, вообще 330-х, скажем так, годов римский византийский император-узурпатор Константин строил мост через Дунай, строил множество там своих укреплений, направленных против славян, заключал, пытался заключить с некоторыми сарматами, с некоторыми другими какие-то свои сепаратные сговоры и пытался разными способами и через интриги и войной и так и этак подчинить себе готов, а желательно и не только готов, а пойти дальше и подчинить и сарматов и много кого другого. В частности, одно из таких вторжений произошло зимой 332 года и тут по разным вариациям истории, то ли он взял в плен, то ли просто вынудил вследствие военного превосходства, но так или иначе он заставил Ариарика подписать с ним договор, который чаще всего трактуют как феодус, то есть, по сути, дело федеральный договор, то есть, по сути, он заставил данного князя стать федератом римской империи, и вероятнее всего, именно с этой истории начинается некая такая историческая преемственность, историческая традиция, что ли сказать, о том, как готы являются федератами римской империи. Федераты в том плане, что их государство как бы является младшим государством в неком содружестве с римской империей, они связаны с этой империей, они почуть перенимают аспекты этой империи и защищают ее, то есть, по сути дела, являются такой какой-то младшей привитой ветвью к основному организму римской империи. Тем не менее, история в данном контексте не настолько и важна, важно то, что существовало в четвертом веке имя Ариарик, в некоторых случаях также трактуемое как Эрьярик, оно похоже и с именем Рюрика отчасти, и, конечно, оно похоже с именем Орика или Горика, допустим, датского короля союзника Рюрика. То есть, так или иначе, и на территории Дании, и на территории западных славян правили те рода, которые были связаны с Ругами и с Готами соответственно более ранних столетий и если в официальной трактовке, если начиная от Иордана и всяких других тогдашних историков рассматривается и преувеличивается всего лишь то, как часть германской, протогерманской, как ее хотите называть, знати, пришла с территории Скандинавии в Европу, как бы вопрос еще не рассматривается откуда вы они пришли в Скандинавию, почему они пришли в Европу, так или иначе, все равно говорится, вот скандинавы пришли в Европу, началось великое переселение, но тут мы видим на самом деле другое, тут мы видим, что вот на территории Европы существуют какие-то склейки Готов и Ругов, какие-то налаженные между ними взаимодействия, конфликтные, неконфликтные сотрудничества и так далее и дальше позднее это все перенесется на территорию Дании, на территорию Скандинавии. Та же самая мифология у континентальных германцев, у славян, у других народов не сохранилось преданий о Скандинавии, не сохранилась история о том, как наши далекие предки или наши там какие-то боги в древние то времена в Скандинавии бились то за речку то за ручей да за еще что-нибудь. Не сохранилось мифологических упоминаний какой-нибудь Упсалы и так далее и тому подобное. А вот в скандинавских, в исландских источниках, даже в датских сохранилось огромное количество упоминаний южных восточных земель, упоминания Дона, Тана и Сатана Квисля. И землеванов, то есть Алан, Танаитов, которые жили рядом с ним. Упоминания Асгарда, Асов, то есть языгов одного из сарматских народов. Упоминания тех же самых Равмеев, Хримтурсов, упоминания Йотунов, то есть Хазар, и еще многое-многое кого-то другого. Поэтому на основании мифологии даже германо-скандинавской можно однозначно установить, что сложилась она именно на территории Европы, преимущественно Восточной Европы. Некоторые аспекты взаимодействия, дальнейшего взаимодействия датских и других династий с теми же франками, которые провозгласили себя наследниками Римской империи. Сложились еще на Дунае, еще в IV веке, еще во времена императора Константина. Снова же, не с территории Дании, Дании на территорию Дуная, а с территории Дуная на территорию Дании, то есть как раз с территории Европы в сторону Скандинавии. Вот именно таким было направление распространения основного переселения, основного занесения саг, сказаний, культуры, ну и соответственно заносили это туда не в книжечках, а заносили это туда люди, которые туда переселялись и физически с собой, в своих мозгах туда это все и заносили. Такая эта веха к истории, такая эта веха к теме великого переселения народов и к существованию прототипов имени Эрарих, Рарих, в частности Уругов. И вот берем повесть временных лет, там Русь и Рюрик. Берем Прокопия Кесарийского, соответственно Войну с Готами, третью книгу главы первая двадцатая, там у нас Руги и Эрарих. Из этого видим, что Эрарих имя, которое в формате как Русирекс или Руирекс может переводиться как Царь Ругов. Ну и учитывая, что Руги имя Руг этноним Руг могло приобретать гласную в своем начале. Оруг Эруг и так далее. И соответственно из этого и имя Рурик Эрарих превращалось вот в общем-то как Эрарих. Связь есть связь есть с тем как соответственно древняя форма этнонима Аорсы превратилась в Росы Русы на территории Приднепровья. И все это часть нашей истории все это дополнительная веха связывающая тысячелетия. Те кто прилежно учились в школе знают про конец Римской империи и возможно даже могут вспомнить имя Аттилы. А если они по-настоящему были разумными то могут вспомнить и имя Одуакра. Мало кто конечно же знает что Адакр происходил из династии Ругов. Мало кто пошел дальше изучить что Руги это те же кто жили на острове Рюген Руян и что они же назывались Руями или Русами Русинами и под таким названием наши предки долгое время были известны в европейских текстах. Это к вопросу относительно того что Русь ниоткуда так сказать не появлялась на пустом месте Русь была уже многие тысячелетия просто что не всегда про эту Русь кто-то что-то узнавал именно в таком ключе часто Русинов называли Аорсами Русинов называли Ругами Руями или Рутенами например еще как-нибудь так и поэтому сталкиваемся сейчас с проблемой что кто-то может сказать что типа а где древние упоминания о Руси есть просто нужно искать и просто нужно искать осознанно и качественно так вот изучение Скиров Ругов и Эдикона как предков и отца Одуакра это уже удел совершенно немногих те же кто знают про князя Эрариха как более позднего русского князя который руководил Ругами и Готами на территории Италии и некоторых близлежащих земель об этом князе вообще мало кто знает хотя как бы что сказать что про него нету в исторических источниках есть что про него нету википедии есть как бы можно найти можно почитать можно изучить да к сожалению нету изображения Эрариха именно древнего подлинного всяческие уже картиночки более поздних времен конечно же есть но гарантия их подлинности отсутствует я думаю по понятным причинам но еще мало кто знает о том что когда Эрариха предали и когда уже было понятно что в общем-то его дело по сути дело потерпела неудачу его предали всю его попытку объединить под властью династии ругов готов в общем-то не удалось готы выбрали из готской среды себе нового начальника его предали его убили и хотели присвоить его корону но еще сам тут тоже есть разные варианты данного сказания есть версия где еще сам Эрарих отдал свою корону Азбодегисклу и Теодегисклу сынам славного Сигемера храброго сына Сигейриха не знаю то ли чтобы они стали следующими правителями или чтобы они передали эту корону какому-то достойному правителю я естественно не знаю и даже не особо могу строить какие-то теории касательно мотивации действий Эрариха но так или иначе он отдал свою корону братьям Азбодегисклу и Теодегисклу и далее они решили эту корону переправить в Искрастан или в Ретру но в Искрастан уж точно они ее не могли переправить а в Ретру они ее по сути дела в конце концов и переправили и переправили правда тоже не своими усилиями а с помощью одного верного человека но для того чтобы этот верный тоже по сути дела представитель княжеской династии Ругов для того чтобы он смог беспрепятственно проследовать до Ретры и для того чтобы Вленца не убили так же само как убили соответственно Эрариха и так же как убили Хасбадегискла и Теодегискла всем праведным князьям братьям подвижникам пришлось долгое время сдерживать продвижение готского войска при этом они не были какими-то гераклами но по сути они устроили намного более величественный подвиг чем греческие 300 спартанцев там тексты не особо хорошо объясняют как им это удалось и что именно они обороняли но насколько я понимаю там речь шла о какой-то переправе через реку видимо какой-то мост или какое-то узкое место в реке и там были какие-то башни какие-то фортификационные сооружения ввиду которых наступающие могли проходить там исключительно по одному и вот Хасбадегискл и Теодегискл устроили там такую оборону что поначалу они разнообразными средствами так сказать вооружения которые у них были всякие подвешенные привязанные копья всякие другие ловушки которые они там установили а потом уже и в рукопашную дрались фактически около суток с наступающим годским войском их два человека уже раненых уже обессиленных ну они сутки держались чтобы годское войско не смогло пройти не смогло настигнуть вленца и отнять у него корону эрариха в результате он смог довести корону эрариха в ретру и данная корона стала определенным таким священным наследием ею короновали князей именно во время ритуала дальше уже во время правления естественно они использовали свои родовые короны но именно во время коронации именно во время ритуала на них одевали корону эрариха которую передали в ретру азбодегискл и теодегискл отчасти в память о идеях эрариха который хотел в общем-то упорядочить готов и упорядочить Европу а отчасти именно в память о азбодегискле и теодегискле в память о их подвиге в память о том что даже два человека два славных брата смогли сдерживать огромную армию ценой фактически нечеловеческих усилий ценой своих жизней и в рахманской традиции дальше они стали почитаться как святые и я думал что в исследовании текста прископа низкого я уже дальше продвинусь и к данному времени уже естественным ходом дойду до места где упомянуты связанные события но скорее всего так до 20 ноября я не доберусь до данного места поэтому заранее записываю отдельное вот такое вот осмысление где сообщаю что 20 ноября в рахманской традиции почитается как день памяти подвига Азбудегискла и Теудегискла славных сынов Сегимера Храброго сына Сегейриха которые сохраняя в общем-то сохраняя для вленца возможность спокойно передвигаться защищая дорогу от годской армии проявили подвиг воли подвиг силы духа и от этого стали удостоены памяти в веках С помощью средств нейросетей искусственного интеллекта я нарисовал серию гипотетических реконструкций облика Азбудегискла и Теодегискла Я постарался чтобы искусственный интеллект проанализировал как можно больше источников и заведомо какие-то неподходящие версии его работы отбросил поэтому предоставляю то что более-менее соответствует теме то где результаты творчества искусственного интеллекта соответствуют действительности ну и сообщаю что соответственно 20 числа можно подумать помедитировать осмысляя подвиг данных святых осмысляя значение этого подвига и осмысляя в общем-то постараться сделать какие-то философские возможные практические выводы для собственной жизни для собственного духовного развития и рюрик король испании завоеватель франции который разрушил римскую империю приблизительно какое-то такое название и другие в таком же стиле я буду писать для данного видео дело не в том что я хочу втереть вам какую-то жуткую лженаучную дичь дело в том что я хочу привлечь к данному видео тех кому нравится максимально лютейшая лженаучная дичь однако это не кликбейт поскольку буду говорить о князе о готском князе о готском короле который носил имя Эйрих и учитывая в общем-то происхождение и дальнейшее развитие данного имени это тоже имя что позднее будет известно среди скандинавов как Эйрих и в общем-то это имя ставшее разновидностью того же в общем-то того же типа того же древа имен на котором находится и то же самое имя Рюрик поэтому данный князь в общем-то связанный с нашим Рюриком основателем Руси но исключительно именем исключительно принадлежностью к монаршием особам и исключительно и исключительно такими вот интересными нюансами данный Эйрих поучаствовал в похоронах Западной Римской империи а наш Рюрик поучаствовал в создании Руси которая была призвана противостоять Византии и переродившейся Римской империи германской нации но обо всем по порядку итак варианты имени Эйрих Эорик Эорикс князь который умер в 484 году и был королем Вестготов с 466 по 484 годы происходил из правящей династии Балтов Балты тут нужно понимать не как название тех кто живут вокруг Балтийского моря а соответственно как именно название конкретного рода Готами издревле правило два рода род Амалов и род Балтов и согласно годскому же историку Иордану родовое имя Балтов переводится как отважные славные величественные что в общем-то им и соответствует Эйрих был четвертым сыном Теодориха Первого и занял престол после того как вероятно убил своего брата Теодориха Второго на самом деле точно неизвестно потому что византийцы могли весьма и весьма искажать сведения о соответственно своих оппонентах о своих врагах проще говорить и поэтому он мог или быть вынужденным убить своего брата если тот проникся антиродовой антиведической антидержавницкой какой-то политикой ну или его брат мог быть настроен против него там уже поскольку дело от нас далекое то там уже так сказать черт ногу сломит но поскольку мы не черти мы будем разбираться я буду зачитывать рассказывать точнее скорее кое-что может и зачитаю кое-что буду просто рассказывать некоторые материалы в принципе вы при желании и можете ознакомиться с соответствующими материалами из википедии просто введя Эйрих при этом пишите не Эйрик а пишите именно Эйрих и в общем-то выбирайте соответственно Весгодского короля если у вас там что-то другое вылезет так или иначе он был одним из лучших и успешнейших политиков военачальников и дипломатов своего времени в принципе он поучаствовал значительной мерой в ослаблении и в низложении западной римской империи номинально именно Адаакар низложил Ромула Августула из этого считается конец западной римской империи это все так Адаакар не изложил Ромула Августула но Эйрих приложил очень много усилий для того чтобы уже в западной римской империи не мог возникнуть какой-либо очередной узурпатор и чтобы по сути в западной римской империи не было уже на что серьезно опереться Византии то есть чтобы западная римская империя уже не возродилась поскольку возможно при том же Адаакре при тех же усилиях Адаакра ему все равно не удалось бы низложить западную римскую империю если бы не усилие Эйриха если бы не усилие соответственно вандальской династии но так или иначе эти усилия сложились и западная римская империя была низложена Эйрих совместно с вандальскими князьями Гейзерихом и другими вел активные переговоры в 466 467 годах соответственно относительно того чтобы у не возможно на украинской мове на российском у невозможнич такого слова нет но пусть будет сделать невозможным в общем он вел переговоры для того чтобы сделать невозможным во первых усиление осколков останков западной римской империи во вторых для того чтобы сделать чрезвычайно сложным или даже невозможным проникновение и укрепление на землях былой западной римской империи каких-либо войск восточной римской империи поскольку такое уже несколько раз было такое в общем-то практически было и с восточной римской империей тоже но западной такое уже вообще повторилось несколько раз когда все западная римская империя падает тут приходят войска восточной римской империи они ее поднимают они садят в рим нового императора и система перезапускается система готова просуществовать еще один цикл соответственно тогдашнему византийскому императору льву первому это очень сильно не нравилось но особо что-то поделать он не мог тогда как раз происходили разные другие события и может быть если бы что-то пошло чуть-чуть в другую сторону то может быть пала бы как раз восточная римская империя на нее тоже были планы у других в общем-то у других деятелей у других князей которые имели и права и возможности по ней ударить но это тоже уже другие истории дальше в 467 году римским императором стал Прокопий Антемий ставленник в общем-то византийского императора льва первого это кстати один из тех примеров когда западная римская империя была слабая но восточная римская империя поддерживала в западной еще какую-то иллюзию жизнеспособности и соответственно ставили туда своих ставленников в случае чего этих ставленников поддерживали войсками сам народ рима понимал что из былых владык римской империи они в своей же империи превратились по сути в слуг того правительства которое сидит в Константинополе и которое на них плевало и римская империя особенно западная римская империя в том своем формате в котором она была в тот период она не была нужна не римским патрициям она не была нужна не каким-то региональным римским элитам в Галлии той же самой или в Испании и конечно же римская империя западная римская империя ну и восточная тоже они не были нужны родовым элитам тех же самых готов бургундов рутенов русинов ну и всех остальных народов населявших Европу и в те времена двинувшись к границам римской империи а в некоторых случаях и перешедших эти самые границы и уже занявших какие-то свои места под солнцем в этой былой могучей и необъятной империи в общем-то в то же время в Галлии по сути наследники Эгидия Павел и Сиагрий вместе с Солическими и возможно даже Рейнскими франками должны были образовать мощную антиготскую коалицию которую император собирался усилить регулярными войсками из Италии ну и соответственно направить на отбивание от границ Римской империи тех готов которые еще не вошли и то или иное обезвреживание в каких-то случаях и уничтожение тех готов которые уже вошли на территорию Римской империи Кроме того хочу обратить ваше внимание на имя бургундского князя Эгидия Напишите в комментариях на какое имя какого другого правителя похоже имя князя Эгидия Какие у вас вообще есть идеи относительно этимологии происхождения более древних и более поздних вариаций данного имени Ну относительно Павел можете не писать а вот относительно имени Сиагрий также можете написать что вы по этому поводу думаете Ну и хочу сказать что Прокопушка не особо много интересного по тем временам сумел написать про те времена много чего интересного сумел написать Исидор Сивильский ну и некоторые другие историки но также при желании все сможете найти если захотите Эрих по сути контролировал и был сюзереном над Свевами интересно что в те времена Свевами руководил Свевский король именуемый Римисмундом имя Римисмунд является очень близким к сарматскому варианту именем боспорского царя Радамсада к его сарматскому варианту в виде Раусимадай понятно что в вариации своей как Римисмунд это имя уже было переосмысленно от Раусимадай более того даже в варианте как Раусимадай это имя отличалось по своему значению от варианта как Радамсад просто что в действительности диалектические всякие особенности боспора сарматов особенности именно слова и многого чего другого иногда не позволяли непосредственно переводить одно имя из одного языка в другой в том же звучании в котором оно было иногда приходилось его образно говоря чуть-чуть допиливать ну в общем-то в те времена готы успешно подчинялись себе свевов и их владения захватили в частности мериду в 468 в 468 году префект Галии Арвант не признавший антемия вот этого греческого ставленника изменил ему и заключил союз с готским королем для него видимо для германца по происхождению вот этот готский король Эйрик Эйрих был более понятным более родственным чем ставленник от греков это кстати один из примеров как и почему рассыпалась западная римская империя в общем-то стремясь подчинить но на относительно равных и относительно таких разумных основах свевов и некоторые другие мелкие династии заключив военно-политический союз с бургундами Эйрих хотел полностью изгнать как франков так и римлян с территории Галии кстати вот франки по общепринятым источникам как бы один из германских народов по всей истории это надежнейшие союзники умирающие римской империи позднее Византии и позднее Византия именно им позволит как бы возродить переродить в новом же качестве западную римскую империю интересно почему так если имеете свои идеи тоже можете написать Эрих произвел успешно усмирение бретонов кстати тогда у бретонов был король риотом 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 но про бретонские имена я пока сюжет никакой не планирую делать а вот про готские имена даже не те которые связаны с именем Рюрик я буду делать в ближайшем будущем какое-то детальное осмысление с демонстрацией их индоевропейских в некоторых случаях и непосредственно славянских корней и так далее Эрих производил успешное побивание римских войск и изгнание их из Южной Галии в общем-то около 470 года он полностью выгнал их и несмотря на то что в то время Антемий полностью напрягал всю Италию стремясь стремясь хоть как-нибудь хоть какие-то силы выдавить из Италии у него это не получалось Италией кстати тогда фактически руководил рицемер который также не был ни разу в общем-то римлянином и как и соответственно многие другие видные деятели как поздней западной римской так и восточной римской империи рицемер был соответственно тоже как говорят германского происхождения но учтем что тогда в германцы записывали вообще всех кого не лень всех кто не были римлянами ну и не были сарматами ну и да тех кто не входил в в общем-то непосредственно ядро гуннской империи вот всех кто ни те ни другие тех записывали ну кстати да непосредственным ядром гуннской империи в общем-то сарматы и были но это уже другая история поскольку были и те сарматы которые не вошли в ядро гуннской империи а вот тех кто не сарматы и не ядро гуннской империи тех римляне и греки долгое время называли германцами и в германцы записывали и славян вендов вандалов и какие-то реликты еще кельтских народов и вообще всех кого надо и не надо даже даннов каких-то даже ну вот всех буквально кто в Европе какие еще осколки народов в Европе были всех записывали в германцы осколки кимвров которые перебрались на уже южный берег Балтийского моря там постепенно совместилось название кимвров с идеей того что они живут возле моря и они из кимвров стали уже зваться поморами это польское поморье помирание и вот поначалу их в общем-то тоже в германцы записывали хотя как показала история они оказались одни из наиболее рьяных славян которые не сдавались германцам не сдавались христианам не хотели ни креститься не хотели никак вообще прогибаться под христианские какие-либо идеи так и так и так и так конечно же римляне пытались оторвать бургундов от союзнических отношений с готами эриха в некоторых случаях по крайней мере частично римлянам это удавалось но правило разделяй и властвуй это излюбленное правило римлян единственное в чем стала проблема что со временем они и сами в себе разделились и им уже как-то стало тяжело даже с собой совладать но так или иначе эрих починил себе значительную часть в общем-то галии там и часть атлантического и средиземноморского побережья в разные времена конечно же но более-менее более-менее постоянно и стабильно вся земля между атлантикой лаурой и роной контролировались готами хотя были такие случаи что туда вступали и какие-то их враги потому что и римляне какое-то время еще проявляли активность и соответственно франки тоже уже осуществляли набеги несмотря на то что франки в официальной исторической трактовке часто преподносятся как очень такие лояльные по отношению к римской империи люди ну может быть по отношению к властям римской империи они и были супер лояльными но вот по отношению к городам римской империи по отношению к людям которые в тех городах проживали иногда уже в симбиозе с какими-нибудь там теми же готами или еще кем-нибудь бургундами например вот по отношению к таким людям франки были как не знаю какая-нибудь татаро-монгольская орда которые просто приходили совершали набег грабили убивали кого-то захватывали в плен а франки тогда часто действовали как некие тетушки некие гопники которых нанимала поначалу еще западная а потом уже восточная римская империя нанимала соответственно против враждебных ей готов или соответственно бургундов какого-то какой-то склонности какого-то таланта к управлению захваченными территориями франки не проявляли наоборот видно что они не знали вообще как что им делать с теми территориями которые они захватывали и поэтому они не находили ничего более умного более лучшего чем просто пограбить поубивать изнасиловать кого могли и уйти обратно это очень тупая политика политика наверное еще на уровне каменного века но вот франки официально исторической трактовки считаются достаточно такими ну достаточно позитивными ребятами и наверное лучшими из варваров во многом это обусловилось тем что ныне ставшую официальной историческую трактовку во многом развивали как раз те кто считали себя потомками этих самых франков то есть французы и немцы отчасти это еще обусловилось той самой дружбой франков с римскими властями для которых франки были как очень удобные такие цепные псы которые гавкали и кусались ровно в ту сторону куда им было приказано однако Эйрих вместе с Гизейрихом и вероятнее всего Эдиконом и Адаакром были авторами союза благородных династий западной Европы я не знаю как в реальности назывался тот союз дело в том что возможно как какой-то союз вот такой типа НАТО или ООН которому требовалось бы название в таком формате вероятнее всего что союз так и не успел сформироваться сформулироваться тем не менее союз как общая площадка на которой благородные династии встречались и вели те или иные переговоры согласовывали свои действия касательно отношения с римской империей касательно того чтобы друг с другом не начать войну и так далее такой общий координационный орган взаимосогласования такая общая площадка где они согласовывали и редактировали планы друг друга могли попросить о помощи могли наоборот попросить куда-то не вмешиваться это очень прогрессивно очень очень такая интересная вообще модель очень интересная площадка для тех времен и это у них было между готскими вандальскими бургундскими и русскими династиями что также показывает определенный реальный уровень цивилизованности в противовес всей той римской пропаганде которая против против них была обращена Эрих контролировал к 471 году Аквитанию первую настолько основательно что смог уже назначать туда своего наместника то есть там уже фактически жизнь после войн нормализовалась но сохранялось множество других еще регионов где были войны в 473 году уже следующий император западной римской империи Грицерий в общем-то много вреда нанес готскому государству ну и также спровоцировал некоторую конфликтность между ост-готами Ведимира первого и вест-готами собственно Эриха ну и в те же тот же период еще продолжалась отчасти борьба между Антемием и Рецемером все было плохо все было и при этом вот эти все римские деятели как западные так и восточные они друг с другом грызутся и успевают и друг с другом грызться и народы вокруг себя геноцидить отчасти им можно позавидовать и реально посмотреть на то что если бы римская империя не грызлась сама в себе она бы реально захватила бы весь мир если бы те соответственно ресурсы которые шли на грызню между тем же антемием рецемером глицерием и всеми вот этими если все эти ресурсы они аккумулировали они в действительности смогли бы приструнить и готов окончательно превратить своих шавок франков ну и пойти дальше завоевывать то что они не завоевывали в предыдущие эпохи однако вот весной 475 года после ряда попыток как-то успокоить римлян эриху пришлось снова вести с ними войну но в результате он уже пошел с ними на определенный мирный договор императором западной римской империи тогда уже был некто непод и договор состоялся практически на основании некого раздела западной римской империи где непод уже признал что вот те земли которые де-факто контролировал эрих вот он их контролировал уже и де юре и никаких ну по крайней мере провозглашенных претензий непод якобы перед ним не имел то есть западная римская империя из такой достаточно большой империи уже разделялась получается на как минимум три крупных осколка это собственно римский осколок это вестготский осколок это испания по сути ну и вандальский осколок это северная африка со столицей в карфагене конечно какие-то еще мелкие части захватили бургунды какие-то части контролировали руги рядом с былой элирии и далмацией но это уже ближе к владениям восточного императора то есть так или иначе уже непод не контролировал даже половины номинальных своих былых владений своих предшественников его реальная власть сократилась исключительно до территории Италии не то что о какой-то там Британии не то что о походах против Дании или против Германии а даже о контроле Галии речи уже не могло и быть ну и также чтобы закрепить это дело Непоту пришлось согласиться что Эйрих не будет называть его господином ведь федераты и даже те федераты которые уже отхватили себе куски земель римской империи они были обязаны называть римских императоров своими верховными начальниками своими господами тут же Эйрих и Непот по крайней мере декларировали что они являются друг другу друзьями и должны соответственно дальше на встречах переписки обращаться друг к другу как друг соответственно Эйрих не претендовал на то чтобы Непот называл его господином ну и Непот понимал что нету ему смысла пытаться добиться этого от Эйриха все равно он скорее получит обратное поэтому лучше согласиться на дружбу хоть такую хоть вынужденную чем на невынужденную а вполне себе естественную войну в те времена Сидоний Аполлонарий около двух лет провел заточение в крепости Ливии под Каркасоном однако вернувшись сотрудничал уже дальше с герцогом Виктором и наличие вот этих всяких герцогов наличие вот этой местной знати которая ну да по факту подчинялась или готам или римлянам или еще кому-то но вот если изучить как некоторые практические аспекты применения прав этой знати так и в общем юридическую составляющую то получается что появилось много каких-то таких удельных правителей таких вот герцогов которые в принципе в какой-то отдельный момент конечно подчиняются тому или иному правителю но по факту в любой момент могут против него восстать и могут все подчиненные им военные силы перенаправить соответственно в другую сторону это отличает позднюю римскую империю от соответственно более ранних эпох и это уже по сути является таким вот средневековьем с средневековой раздробленностью с средневековыми феодалами сезеренами вассалами и всем вот этим где и Франция потом будет расколана на десятки по сути мелких практически регионально независимых государств которые разве что будут признавать власть французского короля но иногда сами же будут этого французского короля свергать иногда там еще всякая фигня будет ну и также в Германии и также в той же Испании потом долгое время была раздробленность потому что базово на этих территориях было какое-то свое население потом пришли римляне поверх римлян пришли соответственно те же готы вандалы франки там бургунды и все другие потом если говорить о Испании пришли вообще еще и арабы и вот так это все друг на друга накладывалось волны миграции и какие-то династии какие-то рода захватывали какую-то территорию и могли договориться что они и при тех и при других и при третьих какие-то потом при отвоевании при завоевании вновь провозглашали свои права на территории своих предков какие-то еще что-то все это было совокупностью несвязанных крайне противоречивых разных процессов которые на местах выглядели совершенно по-разному но в общем своем значении приводили к крайней фрагментации государства где на местах в этих отдельных мини государствачках в составе большого на местах там и язык мог отличаться единственное что религия не могла отличаться религия подчинялась не светской а церковной иерархии поэтому религия плюс-минус везде католическая хотя и это не совсем так хотя в той же западной Европе сначала никейцы ортодоксы будущие будущий прототип католиков и ортодоксов в одном флаконе которые в те времена назывались никейцами так вот эти никейцы долгое время уничтожали ариан нестариан и других христиан спустя время они уже практически через 500 лет они возьмутся уничтожать катар и альбегойцев то есть уничтожив самых таких активных самых буйных они со временем возьмутся из-за уничтожения просто тех кто себе существовал и никого не трогал и единственное чего хотел это чтобы их самих не трогали поэтому это даже вот ну такое некое проявление даже религиозной раздробленности при том что католическая церковь она в общем-то сохранила жесткую централизацию еще от римской империи да еще вот тут во времена соответственно падения физической римской империи именно католическая церковь стала как бы призраком римской империи и стала такой вот католической империей которая в полунезависимом порядке встроена во все западноевропейские государства влияет на политику в них ну и в общем-то весьма тоже интересная штука которую нужно будет разбирать в отдельных осмыслениях так или иначе так или иначе мирный договор с Римом закончился не особо долго продлившись поскольку вскоре Флавий Арест в общем-то вынудил Непота бежать и посадил на трон римского императора своего сына Ромула Августула вот такие вот дела ну и дальше уже Адаакр не изложил этого самого Ромула Августула многие спорят почему Адаакр не стал убивать Ромула Августула ну тут во-первых дело в том что Адаакр придерживался правилам чести придерживался в общем-то осколком по крайней мере ведической традиции ведического знания поэтому проявлял великодушие а с другой стороны нужно понимать что сам-то в общем-то этот Ромул Августу во многом еще был ребенок и не особо тяготел к власти его посадил на трон его отец просто для того чтобы поначалу от его имени править Римской империей сам вот этот Флавий Арест в общем-то тоже происходил из не римской не аристократической среды и внедрившись в эту среду поскольку изначально то он был чуждый этой среде он не мог вот так себя посадить на трон ну мог бы но это хуже восприняли бы чем если бы он посадил на трон своего сына и некоторое время якобы правил от него его сын уже был сыном того кто уже был римским патрицием уже как бы рожденный в римской среде уже рожденный чуть ли не в императорском дворе поэтому по римским тогдашним юридическим и каким-то обычайным нормам это было более правильно хоть по факту сами римляне хорошо понимали что править государством остался бы Флавий Арест но но вот так у них все было хитро выкручено в некоторых случаях однако Адаакр всю эту историю не заложил он оставил с одной стороны живого Ромула Августула и платил ему пенсию и охранял его и как бы не давал чтобы кто-либо его трогал с другой стороны Адаакр не особо старался убить Непота который в это время где-то лазил по территориям будущей Югославии и как бы с одной стороны вроде как и хотел вернуться в Рим с другой стороны не хотел с третьей стороны чуть ли не планировал отвоевать кусок владений у восточного императора кусок владений у готов кусок у Адаакра и создать какое-то свое Балкана Адриатическое королевство но но тоже у него это ничего не удалось и позднее Адаакра убьет Теодорих но это тоже уже будет совершенно другая история однако поначалу между Эрихом и Адаакром не между ними лично а между ними войсками естественно даже были некоторые конфликты особенно в Галии особенно в приграничных регионах поскольку не сложив предыдущего римского императора с одной стороны Адаакр не считал себя обязанным исполнять какие-либо те договора какие-либо те обязанности которые тот на себя брал а с другой стороны получилось что он и не мог претендовать на тот мир которого предыдущие те все деятели достигли поэтому поначалу у них было все плохо правда потом несколько нормализовалось интересно что тут упоминаются такие вестгодские князья которого одного звали Аллай другого звали Синдал невольно тут вспоминаются Росомонские Алафей и Сафрак известные также как Сар и Амий которые известны и у Амиана Марцелина и даже в Скандинавской Эдде как те которые поучаствовали в общем-то в убиении Германариха видимо с тех пор с тех пор сложился такой что ли обычай называть своих сыновей вот такими парными именами которые несколько делали отсылку пусть и не прямую но все равно к тем кто поранили Германариха однако тут имя Синдал является скорее не отсылкой к Сару или Сафраку как его в разных вариантах называют тут это скорее имя которое торжественно этнониму Синд концовка Р перешло в Л поэтому не Синдар а Синдал но все равно Синд это концовка точнее это этноним независимо от своей концовки который соответствовал древнему народу Синдов проживавшему с востока и юго-востока от Азовского моря Синды были одними из важнейших меотских народов и в общем-то они были очень сильно связаны и с Баспором и с окружающими сарматскими династиями в первую очередь с Сираками с Урьяками и с Истанаитами поэтому это тоже несколько намекает на связь даже достаточно далеких получается вестготов которые дошли до Испании все равно у них есть некоторая пусть уже и слабо отслеживаемая но все равно связь с их какими-то родичами и предками еще из Северного Причерноморья и из Приазовья Сидоний Аполлонарий упоминает о том что Эрих имел посольские дипломатические связи с Персией даже то есть помимо того что он создал политический треугольник с бургундами соответственно с ну там это треугольник есть европейский с бургундами и свевами непосредственно его треугольник скажем так и есть более широкий более крупный треугольник где на некоторых исторических этапах входило государство Одуакра государство Эйриха и африканское государство готов о этих вандалов вандальское царство в Африке как некий союз благородных династий союз благородных родов поэтому неудивительно что они пытались вести свою политику и за пределы Средиземноморья и возможно искали союза с персами чтобы те открыли синхронно с ними второй фронт восточный фронт чтобы или отвлечь византийцев ну или просто чтобы соответственно византийцы были послабее и одна история когда византийцы по одному расправляются с каждым из соседей что позднее и будет во времена Юстиниана именно так Юстиниан и одерживал свои победы когда его послы его всевозможные представители заговаривали зубы его соседям или предварительно еще пытались прощупывать и подготавливать почву разжигать разные конфликты внутри самих элит тех же вандалов готов и других а позднее по одному побеждать их по одному обманывать их и так далее а вот если бы византии пришлось бы воевать против всех и сразу византия не выдержала бы а в то же время союз смог бы с разных сторон создать какие-то или демилитаризированные области ну или попросту вообще разобрать уже византию на запчасти чтобы ее уже и не было потому что если бы они начали это делать соответственно запада и с востока соответственно подключились бы славяне с севера проснулись бы какие-то соответственно армяне и колхи и все они просто разобрали бы византийскую империю вообще на запчасти но не случилось к сожалению тем не менее на 484 год когда Эрих умер его государство находящееся на вершине могущества насчитывало около 10 миллионов человек для тех времен для того региона это было весьма много площадью оно было 700 750 квадратных километров ну и из осколков западной римской империи это был крупнейший осколок территориально а из вообще осколков когда-то еще целостной римской империи они находились на втором месте после Византии Византия естественно контролировала половину практически былой римской империи они контролировали Испанию и кусок Франции Вестготы Эйриха дальше государство вандалов контролировало Северную Африку дальше государство Одуакра контролировало Италию и некоторые прилегающие области ну и некоторое время на территории западной части Балкан на территории будущей Югославии Непод контролировал тамошний регион будущей Хорватии будущей Югославии ну и какие-то кусочки контролировали Бургунды и самые северные части Галлии контролировали уже даже Франки поэтому в общем-то Римская империя Западная Римская империя распалась безвозвратно но если говорить о крупных осколках то Королевство Вестготов было крупнейшим из них если сравнивать его власть например властью вандальского Гунериха или русского Одуакра то у него власть была более укрепленной более стабильной и как покажет история более долговечной и более долгосрочной Одуакра убьет Теодорих Вандальское государство также уничтожит Велизарий а королевство Вестготов еще долгое время будет держаться несмотря ни на что он придерживался осколков ведических вероучений но также придерживался арианского христианства возможно у него было некое двоеверие где в плане культуры в плане в общем-то бытовых и государственнических подходов он придерживается устоем своих предков но в плане некой моды в плане того что типа так надо он соответственно придерживаться арианской версии христианства он пытался поддерживать и в некоторых случаях даже стимулировать сохранение и развитие образования наук все что мог в этом направлении делать известно что его жена хорошо знала латынь его жену кстати звали рогенхильда рогенхильда если ее имя переводить как рагля огонь и хильда битва то соответственно получается огонь битвы если корень рагна возводить как ругн то получается русинская воительница ее имя может переводиться или королева битвы если рагна как реген то есть королева так или иначе имя рогенхильда с ее примера с ее времен станет очень популярным западноевропейским женским именем и позднее будут разные рогенхильды на территории скандинавии и в других регионах кстати вот такое широкое распространение имени рогенхильда в частности в первую очередь скандинавии также иллюстрирует то что нечего удивляться что у готов есть имя Эйрих которое практически торжественно имени Эйрих если имя рогенхильда повторялось и дальше воспроизводилось почему удивляться что сохранялось имя Эйрих просто немного изменившееся в состоянии Эйрих тут нечему удивляться тут как одно имя сохранилось так и другое она знала латынь он вероятнее всего знал как минимум несколько готских диалектов и также латынь хотя всякие византийские сплетни пытались приписать ему то что он то что он весьма был слабо образованный он вероятнее всего умер своей смертью после того как правил 18 лет а его трон унаследовал его сын сын его Иргенхильды Аларих II поэтому тут также никаких потрясений для государства не случилось престола наследия сохранение предыдущих достижений предыдущего правителя и попытка их приумножить последующим правителям в общем-то в отличие снова же от тех династий которые истребились эта династия показала свою стабильность и устойчивость немного о именах вот это имя Эйрих Эйрик оно в общем-то торжественно другому имени князя который правил не параллельно с Одуакром а несколько после него а именно с именем князя Эрариха просто в случае с именем Эрариха имя представляет собой или более архаичную или гибридную форму соответственно это имя как бы некоторая промежуточная версия между именем Эрарих дальше Эйрих дальше Эйрик дальше Эйрик ну и в общем-то оно родственно имени того князя Готов который в свое время заключал договор с императором Константином Римской империи который известен как Ариарик или Ариарикус или Ариарих и да данное имя данный тип имен с одной стороны связанный с именем Рюрик в общем-то по звучанию и по всем вот этим нюансам с другой стороны оно и не связано с именем Рюрик а является параллельной версией имен как бы что ли данного типа данного данного направления смотрите например есть имя Владимир есть имя Владислав есть имя Всеволод и при разных обстоятельствах они могут быть несколько перетасованы несколько со временем даже перепутаны особенно если мы говорим о диалектах о языках о передаче с языка на язык с диалекта на диалект на протяжении тысячелетий в разных случаях и имя Владислав может так исказиться что будет звучать чуть ли не как Владимир Владисир какой-нибудь будет ну условно говоря а с другой стороны варианты имени Владимир как Владимир Вальдемар они могут начать расходиться и вот если не зафиксировать эти расхождения каким-то путем в том состоянии в котором они начали расходиться то они будут расходиться и возможно еще породят какие-то промежуточные варианты и разойдутся породив тоже свое древо каких-то вариаций имен особенно хорошо мутирует язык когда он не фиксируется письменностью или не фиксируется централизованной письменностью когда мы говорим о цивилизации о народе о государстве где есть письменность больше того где письменность и язык или полноценно или хотя бы в общих чертах централизируются из центра то тут язык мутирует очень слабо и очень вяло и практически может не мутировать например если взять языки европейских народов за двадцатое столетие то смело можно брать какие-нибудь тексты начала двадцатого столетия или даже конца девятнадцатого и плюс-минус в рамках своего языка предыдущую версию своего языка понять можно в тех же случаях когда язык не фиксируется централизованным государством или вообще не фиксируется посредством письма когда язык существует исключительно в произношении людей то на протяжении поколений буквально с каждым поколением слова меняют хоть немного но все равно меняют свое звучание поэтому во многих случаях имена схожие со временем расходились и становились не схожими а имена наоборот не схожие могли сходиться к неким общим общезвучащим формам так и в случае с данными именами Рюрика и не только получается было имя Арьярих то есть царь волею истины царь от истины Арьярекс Арьярих Ариарих Эрарих Эйрих Эйрик это вот эта линия другая линия несколько отдельная от этого это Рараг Рорик Рерик еще одна вариация это Ругрик или Русрик Рюрик еще одна вариация это Родрик Родрик и позднейшая Родриго и у вариации как Ругрик есть как бы антиверсия это кстати может быть антиверсией и к Арьярих и к Ругрик это Рехиар Рехиар Рехиарий Рекиарий такое имя также свидетельствовано зафиксировано в истории и позднее о носителе данного имени кое-что расскажу но сути это не меняет суть в том что вот существовал вариант где корни входящие в имя схожее с именем Рюрика переставлены местами существовали имена со схожей корневой структурой с именем Рюрик например имя Арарак которое непосредственно обозначает солнце сокола проявление всевышнего которое модифицировалось в звучании Рюрик существовало имя которое было как бы еще и титулом звучащее как Ругрекс или Русрекс то есть Русирекс царь русов дословно или Ругов Рутенов и было имя царь истинный царь или царь от истины Арьярих и вот эти все варианты имен позднее в среде скандинавов были перепутаны перемучены переглючены и поэтому в сагах иногда Рюрик называется и Рориком и Рериком и Эриком и как только не называется поэтому такие вот дела не шведский шведский рюрик да такое название привлечет норманистов антинорманистов и в принципе и хорошо но речь пойдет не о нашем рюрике основателе Руси а о древнем князе Рихиаре Рихиарии Рихиарии который правил в 448-456 годах и известен как король Свевов в Галлии но не в Галлии которая Великая Галлия а в некой вторичной Галлии в Галлисии то есть в Галлии которая находилась на территории Иберийского полуострова а именно на территории Западной Испании и Северной Португалии и вот туда мигрировали Свевы или Свавы народ Свевов обычно сейчас причисляют к германцам но если мы возьмем сагу об ингрингах то там говорится что Великой Свеей по сути как Великой Швецией в древности называлась Скифия значит как бы Швеция и Скифия это не называлось это можно по всем существующим источникам проверить но значит нужно предполагать и искать схожий термин схожее слово которым могла называться Скифия и это название Свавы или Славы то есть Славяне в действительности те земли которые во времена Геродота обозначались как исконные земли Скифов в первых веках нынешней эры уже были известны как земли славян и в частности существовали некоторые славяно дакские склейки которые говорили на весьма еще архаичных версиях языка и которых обычно в нынешней так сказать трактовке причисляют к германцам почему причисляют к германцам вопрос хороший наверное потому же почему и Ругов причисляют к германцам почему и многие другие народы древней Европы причисляют к германцам и это не ошибка в действительности согласно в общем-то римскому называнию германцы это все в общем-то кто не сарматы и не римляне позднее соответственно римляне также познакомившись с кельтами более детально конечно же кельтов не могли записать в германцы также они начали уже выделять также даков даков они тоже уже не могли записать в германцы также и лирийцы это не германцы также появившиеся гунны это не германцы хотя многие народы соответственно германцы вошли в состав гунской империи и если дальше читать римских историков то готы которых сейчас причисляют к германцам это тоже не германцы ну что же кто тогда германцы ну вот те кто остаются те кто остаются разные древние архаичные народы севера Европы в первую очередь даны датчане даны саксы англы вот эти все германцы согласно в общем-то римскому называнию и обозначению народов поэтому в таком смысле германцами могут быть славяне германцами стали бы наверное даже те же самые венгры если бы они прибыли в Европу может быть на тысячу лет раньше но это уже в общем-то отдельная история тем не менее я хочу разобрать вопрос не только и не столько о биографии данного князя сколько и коснуться вопроса его имени имя это по сути те же корни которые присутствуют в имени рюрик возможно или как минимум те же корни которые присутствуют в имени ариарикса ариариха дело в том что поскольку нет славянского записания данного имени поскольку все записания данного имени которые до нас дошли делались как правило римлянами римлянами и какими-то теми свевами которые наскорую знакомились с римским языком и могли что-то уже на ломаном вульгарном римском языке писать и говорить естественно ни о какой точности передачи звуков ни о какой точности передачи смыслов имени при таких условиях вообще речь не идет и идти не может и это осложняет вопрос поиска какого-либо исконного значения это осложняет вопрос вообще исследования происхождения и гипотетических аналогов данного имени тем не менее первый корень рех очень хорошо определяется атрибутируется в общем-то как царь рех рик рикс ну и дальше возникает вопрос о какой следующий корень если второй корень это арий рихиарий рикиарий то тогда это имя тожественно скорее не имени рюрика а тождественно имени ариариха но если это имя как рехерос рехерый рехерок то вполне возможно что это имя как бы переставка корней которые присутствуют в имени рюрика в любом случае это имя интересно даже если не как аналог имени рюрика то по крайней мере как аналог имени эрариха особенно учитывая что имя эрариха имело более спрессованные версии как эрих ставшие позднее звучать как эрик и которые потом стали разновидностью имени рорик и приделались к имени рюрик и во многих в общем-то скандинавских источниках тот же рюрик известен не под именем рюрик и не под именем рорик и даже не под именем хрорик а под именем эйрик что показывает что в общем-то для шведов позднесредневековых шведов и для средневековых шведов имя рорик и имя эйрик считалось торжественным хотя базово исторически они происходят несколько от разных совмещений корней но являются близкими именами приблизительно как владимир близко имени всеволод или близко имени владислав хоть конечно же да там несколько несколько другие корни но некоторая как бы структурная параллель в том что имена состоят из двух корней и что по крайней мере один из этих корней повторяется такая связь есть ну и в общем-то и в общем-то может быть и другие в зависимости от того уже каким диалектом и насколько ломаным диалектом это все произносить это все передавать к сожалению да к сожалению у нас в плане этого всего есть много древних проблем проблем связанных с неточностью передачи имен проблем связанных с тем что для римлян точность передачи так сказать варварских имен вообще не было чем-то важным не было чем-то интересным ну и позднее даже для самих европейских народов часто для тех кто записывали дошедшие до нас тексты передача точного звучания и тем более значение имен не было чем-то важным какие-то из них уже были христианами какие-то из них писали или сочиняли свои какие-то сказания или тексты для того чтобы всего лишь прославить существующего при них правителя поэтому с одной стороны все что касается имен титулов имело определенное значение с другой стороны никто из них не коверялся в генезисе данных имен и в этом всем я же считаю что для того чтобы лучше понимать и вопрос касательно Рюрика который наш Рюрик который основатель Руси лучше понимать и все что касается каких-то предварительных прототипов и аналогов его имени известных в истории Европы и так Рихиар Рихиарий Рихиарий король Свевов в Галисии 448 456 годы нынешней эры он был сыном князя которого согласно дошедшей до нас трактовке и дошедшим до нас текстом звали Рехил Рихил или Рихила это сразу же аналог как вы думаете с каким именем с именем Ругила и вот тут как бы как бы тоже вопрос это искаженная версия имени Ругила или это другое имя просто схоже звучащее потому что с одной стороны Рихила может быть таким вот своеобразным произношением имени Ругила запросто можно простроить последовательность как звучание одного имени перешло в звучание другого запросто с другой стороны Рихила может быть вообще совершенно другим именем как Ругила означает великий воин или великий Руг берем во внимание то что концовка Ила это в общем-то концовка увеличивающая возводящая на уровень выше качественность и глубинность того понятия которое говорится перед этим Яр Ярила Свет Светила даже вот касательно Путина могли бы просто сказать так сказать оскорбляющее слово но в конце присутствует концовка ЛО ЕЛО в его случае которое также должно максимально сильно укрепить ассоциацию с ним данного созвучия которое народ ему придумал ну и в древности разных слов с концовкой ЛО было очень много ЛО ЛА даже в имени Аттилы существует этот корень Вульфила Аттила Таттила Тулдила и так далее особенно если берем текст Иордана где он в своей гетике однозначно пишет что готы заимствовали имена гуннские поэтому ну как бы это естественно у гуннов ну у наших предков как и в нашем языке до сих пор данный метод усиления корня слова присутствовал и присутствует ну и в общем-то готы заимствовали от гуннов данный метод образования имен ну или уже попросту готовые имена поэтому с одной стороны имя Рихила запросто может быть диалектической версией имени Ругила с другой стороны имя Рихила может означать царище или великий царь так же само как Ругила это великий рук или великий воин в зависимости от того как переводить слово Руг если переводить его как слово означающее этноним значит великий представитель народа Ругов если переводить Руг как в общем-то Руй Руйнуват Руйневник и так далее то соответственно великий воин получается великий разрушитель великий поругатель если на современный язык то касательно имени Ругила в случае с Рихилой тут первый корень если это не корень Руг то это корень Рекс Рех и таким путем получается Рихила то есть великий царь ну что ж другого варианта тут уже не найдется только два получается и в любом случае это славяно-гунтские варианты которые тем не менее занесло аж на территорию Испании вот это тоже все будет к вопросу относительно почему европейские языки имеют очень много схожего почему в общем-то какие-то названия населенных пунктов которые чуть ли не по-славянски можно интерпретировать существуют и на территории Франции и на территории Испании а вот соответственно как один из вариантов это даже переселение уже не говорю завинедов вандалов но хотя бы переселение свевов часть из которых растеляясь на территорию Скандинавии дала название Швеции и в общем-то осталось там и Свевы Свей и Швевы упомянутые в повести временных лет это в общем-то те же самые с другой стороны в Германии они оставили после себя память в виде Швабии ну и в свое время на территории северной части Португалии и северо-западной части Испании у них также были свои владения то есть Швевы Свевы по Европе поколесили очень знатно и очень разносторонне и в любом случае связь с гуннами связь с славянами у них очевидна и это наводит вообще на интересный вопрос ну например наличие разновидностей русинского языка у восточных славян легко объясняется фактом существования Киевской Руси и во времена существования Киевской Руси отчасти свой вариант языка отчасти церковнославянский вариант языка Русь и в политическом и в религиозном смысле распространила на восточных славян и распространила отчасти на балтские и на финно-угарские народы отсюда даже московиты решили с того не с сего причислить себя к русским ну да ладно существование романских языков также хорошо объясняется в общем-то существованием Римской империи существовала Римская империя римляне романизировали кельтов романизировали другие народы поэтому часть европейских языков до сих пор имеет в себе значительный пласт от латыни и по сути является вульгаризированной такой онародненной версией крайне деградировавших латинских наречий распространение французского и испанского английских языков также хорошо объясняется в общем-то существованием соответствующих империй и поскольку английская из них была самая успешная то если какие-нибудь те же самые россияне в 18-19 веках помешивались на изучении французского языка то сейчас весь мир учит английский язык поскольку он стал международным то есть наследие существования английской империи и возникает вопрос чьим последствием точнее последствием существования какой империи является то что у европейских народов готов свевов вандалов и других и других как видим в древности был плюс-минус одинаковый язык плюс-минус одинаковые монархические представления и они между собой могли и общий язык и в прямом и в переносном смысле слова найти и они плюс-минус понимали и вели себя одинаково то есть они были представителями смежных витков изначально единой какой-то культурной общности в истории на роль такой общности если не закапываться в какие-то очень уж глубокие дали то в истории на роль такой общности может подойти исключительно гуннская империя кроме того последствием существования гуннской империи не стало какое-либо вкрапление в европейские языки китайских слов поэтому кстати тоже видим абсолютное опровержение каких-либо теорий о монголоидности или о тюркоязычности тех же самых гуннов если гунны распространяли славянские имена если гунны распространяли славянские слова славянские обычаи и стали основой для славянского расселения то естественно гунны и были славянами а не каким-то вымышленным народом пришедшим с не пойми каких азиатских далей так что так с так сказать именем отца рекиария немного тоже разобрались еще интересно что согласно официальной трактовке считается что вероятнее всего данный князь уже был никейским христианином что для тогдашних неримских народов было несколько нонсенсом большинство готов герулов вандалы и другие народы на тот момент придерживались арианскому вероучению и единственное кто кроме римлян поспешил принять никейское христианство это были франки поэтому франки и поддерживали особо теплые связи с римлянами кстати кто не знает и кому лень гуглить относительно того чем отличается никейское христианство от арианского христианства и так далее приведу простой пример сейчас есть так называемое православие то есть ортодоксия сейчас есть католицизм и сейчас есть допустим не будем касаться свидетелей еговых пятидесятников сотников субботников тысячников и прочих тех которые не пойми почему приписали себе название свойственное скорее полководцам чем религиозным деятелям ну ладно так вот как сейчас существуют те же самые так называемые православные католики так и в древности существовали более правильные христиане это ариане и более популистско деградационные христиане это никейцы и византия и остатки римской империи естественно были никейцами а те постведические народы которые приняли христианство естественно в меру своей приверженности более правильным каким-то идеям они были арианами и вообще у меня есть некоторое даже сомнение относительно официальной трактовки происхождения названия ариан возможно они так были названы не в честь того или иного христианского деятеля а возможно они так были названы именно потому что данная версия христианства распространялась среди арийских народов а сами эти арийские народы те же самые аланы ариане издревле и назывались разными поздними производными от этнонима арии поэтому какие-нибудь ариане ариане алане это скорее касательно этнонима и видимо также со временем как у нас было понятие русская вера которой называли именно ту версию христианства которая была в киевской руси вероятнее всего так было и с тогдашним христианством арианством но это тоже отдельная тема которую я буду рассматривать отдельно когда буду касаться древних версий христианства так или иначе вероятнее всего данный князь был или никейцем или придерживался еще какого-то более странного варианта христианского учения он во многом был новатором он укреплял свою столицу город Бракару ныне Брага соответственно в том регионе он пытался поддерживать какие-то более-менее вменяемые отношения и с осколками западной римской империи с восточной римской империей и с готами которые там уже пытались хозяйничать пытался даже заключать династические браки и разнообразные династические союзы с соседними династиями в чем также видна его мудрость и видно что несмотря на то что он мог и воевать но он предпочитал он предпочитал как-то мирно все-таки решать вопрос на своих на своих в общем-то разных предметах он в частности на денежных единицах он помещал надпись повелением короля Рихиара Рихиари Регис надпись на такой весьма ломаной латыни поэтому ну снова же у меня есть серьезные сомнения относительно того что он хорошо знал латинский язык и есть серьезные сомнения относительно того что тот кто эти надписи наносил от его имени зная латинский язык в действительности задавался вопросом качественно передать имя царя а не просто типа как-либо тяп-ляп накалякать чтобы варвар от него отстал да для ромеев наши древние князья и соответственно даже вот те князья которые переселялись в Европу все считались варварами все считались какими-то второсортными поэтому они особенно не заботились относительно того чтобы качественно передавать их так называемые варварские имена и титулы ну так или иначе хоть что-то имеем и уже хорошо это тоже некий такой исторический источник который можно изучать ну вообще деятельность Рихиара весьма интересна и нельзя сказать чтобы он вложил какой-то существенный вот такой цивилизационный вклад в историю Европы это не Аттила и это не Адаакр которые вообще своей деятельностью ознаменовали целые эпохи в общем-то это даже не Эрарих и даже не какой-нибудь Азбадыгискал или Теодыгискал которые осуществили великий подвиг сохраняя корону своего царя в общем-то это обычный плюс-минус раннесредневековый правитель который по-своему инкорпорировал осколки римской администрации в свое формирующееся государство по-своему пытался заместить римскую элиту соответственно своими какими-то представителями по-своему пытался достигнуть какого-то компромисса с местными элитами как вот такого вполне себе заурядного правителя его историю можно изучать вполне наверное даже будет интересно но не больше того но не больше того есть также описание Флавия Рицемера именно не Рицемер его имя звучит а Рицемер этот Флавий Рицемер по некоторым по некоторым источникам считается близким родственником и даже братом собственно Рихария вот этого возможно так и есть сам Рихарий правил 9 лет в общем-то более-менее нормально и там особо каких-то сверхъестественных событий не было что же касается Рицемера то с ним все все поинтересней его имя важно потому что оно также в общем-то славянское его первый корень имени это Рцы или Рецы ну и второй корень это Мер Мир собственно как Владимир как там какой-нибудь Слави Мир так и Рецы то есть Речи Мир чего же существует такое имя как Речислав как допустим Вечи Мир тот же самый ну а это имя соответственно Рецы Мир Рекущий Мир как бы оно не менее славянское чем соответственно имя Владимир владеющий Миром этот Речет Мир тот владеет даже в буквице славянской в письменности есть название буквица Р даже в позднейшей уже христианской кириллице оно так и сохранилось буквица Речи называлась как бы то есть это более-менее известно более-менее признано так вот что интересно о данном современнике Гейзериха о данном деятеле который был учеником в юности славного Аэция о нем известно то что он будучи полководцем лучшим полководцем магистром армии западной римской империи в общем-то по сути контролировал в поздний период своей деятельности он контролировал римскую империю он был как бы таким теневым императором римской империи тем кто не короновался как император поскольку не имел права на это но в общем-то и кто по сути имел больше рычагов власти чем те западноримские императоры которых он возводил на престол конечно же детальней о нем о его деятельности можете почитать в интернетах я не буду тут все это пересказывать просто это к сведению что кроме Адаакра который назывался русинским царем кроме Эрариха кроме ряда готских царей которые имели происхождение свое северное при Черноморье и были в династических всяких браках с гуннскими и другими славянскими династиями кроме этого всего еще Римом в свое время даже правил человек у которого было чисто славянское по своей сути имя такие вот дела